МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямая линия с губернатором Ненецкого округа Игорем Кошиным традиционно вызывает интерес. Жители региона стараются задать как можно больше острых и проблемных вопросов в главе региона. Звонят не только жители окружной столицы, но и сельчане. География звонков разнообразна. Индиго, Лабужская, Великовисочная и другие населённые пункты. Среди тем поднимаемых окружными жителями возрождение животноводческого комплекса и молочного производства в регионе. С 2014 года приняты разрешения, которые сегодня дают положительные результаты. За пять месяцев текущего года получен прирост по молоку в Ненецкой агропромышленной компании на 100 тонн. Мы изменили механизм субсидирования. И на сегодняшний день у нас стали появляться в сельской местности фермеры. Мы возьмём ту же Неси, мы смотрим сейчас по-тельюйски. В этом году уже завёз материалы на строительство фермы Алексей Игнатьевич Коткин, это СПК СУЛА. На сегодняшний день Пустозерский сельский совет, мы в прошлом году, вы помните, было принято решение о передаче фермы в агропромышленную компанию. Мы провели там определённую модернизацию. Ну как, наша агропромышленная компания провела там определённую модернизацию. И сегодня там увеличивается, не просто поголовье коров, там сегодня увеличивается, мы сегодня, вернее, молочная продукция, Пустозерский сельсовет закрыт полностью. А в город мы привозим творог и, соответственно, масло. Мы пойдём дальше этим путём. И я вас уверяю, что при желании работать, у нас везде будут либо это маленькие, либо это большие фермы, но мы обязаны просто себя обеспечить молочной продукцией. Наряду с развитием животноводства в Нинском округе и жители региона волнует вопрос развития стратегических предприятий промышленного комплекса. Если в новых экономических условиях какие-то предприятия уходят с экономической карты округа, то какие-то, напротив, получают укол оздоровления. Среди таких – Наринмарский морской торговый порт. На сегодняшний день данное предприятие не совсем экономически рентабельно. Но для нас это просто необходимость. Потому что навигация, которая есть, если у нас не будет морского порта, то у нас, во-первых, будет снижен объём перевалки грузов, первое, а второе, что более печальное, цены на этот перевал вырастут практически на порядок. И я готов сказать следующие цифры. Если взять объём переработанных грузов, то в 2014 году это было порядка 50 тысяч тонн, то в прошлом году уже было порядка 135. План на 2016 год – порядка 150. Но это плавно. На самом деле, более важное то, что мы заказали проект реконструкции Наринмарского торгового порта. Нам необходимо привести в порядок два причала, с тем, чтобы порт был настроен на работу 250-350 тысяч тонн в год. Больше необходимости у округа нет. До 2019 года необходимо реконструировать причалы порта. Сегодня готовятся проектные документации, после чего перейдут к поиску источников финансирования работ. Строительство причалов необходимо не только на территории порта. Жители округа просят главу региона поспособствовать решению вопроса о строительстве хотя бы элементарных мостовых на берегу реки, куда причаливают пассажирские теплоходы. Честно скажу, что на сегодняшний день ни проекта по обустройству, ни плана пока нет. Вот выйду сейчас из эфира, поручу нашим строителям, совместно с районом этот вопрос отработать. На самом деле, вы правы, должен появиться у нас, наконец, нормальный причал. А то мы везде рассказываем о том, что мы столица Русской Арктики, а ходим по песку по колено. Это неправильно. Тему строительства причалов продолжила тема строительства дороги Наринмарусинск. 82 километра трассы одновременно построить невозможно, отметил Игорь Кошин. Проект не только трудоёмкий, но и финансово затратный. Поэтому строительство разбито на несколько участков. При софинансировании с федерального бюджета сейчас ведётся строительство четвёртого участка в планах начала работ на третьем участке. Свои условия диктует экономика как страны в целом, так и округа. Первая задача, которая стоит, это вовремя выплатить зарплату бюджетникам и отпускные. Вы знаете, что у нас летние месяцы, у нас пиковые нагрузки на бюджет, на выплату текущей зарплаты. Поэтому в первый приоритет зарплата отпускные, капитальные текущие ремонты образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, дальше уже стройка. Поэтому вот наша задача. Несмотря ни на что, социальная поддержка граждан в приоритете окруженных властей. Не исключение и летняя кампания по оздоровлению детей. В этом году на данные цели выделено 94 миллиона рублей. На эти средства смогут отдохнуть и поправить свое здоровье 335 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 545 семей проведут летний отдых по путевкам мать и детям. Если одни собираются в летние отпуска, то другие, выпускники школ Ниньского округа, думают о поступлении в ВУЗы. Многие еще не определились с выбором профессии. Игорь Кошин рассказал, в каких специалистах нуждается наш регион. У нас округ, на самом деле, если брать экономику, то это природные ресурсы и недропользование, это сельское хозяйство, переобатывающая отрасль, это бюджетная сфера, это сфера управления. Вот, собственно говоря, и все. Сферу управления мы в последнее время сокращаем. Мы переспределяем полномочия, и, соответственно, у нас уменьшаются и убираются излишними проленческие структуры, которые дорого обходятся нашим многоплательщикам, а результата нет. Именно поэтому было в свое время и сделана реформа, был 95-й закон. Поэтому вот в этих сферах надо себя искать. В течение часа прямого эфира главе региона поступило 16 вопросов. Звонки продолжали поступать и по его окончании. Игорь Кошин отметил, что открыт для жителей Ниньского округа. Обратиться напрямую к губернатору можно не только в ходе прямой линии. Ежемесячно он проводит прием граждан. Активно общается в социальных сетях. Задать вопрос можно и по телефону горячей линии. Как отметил в ходе прямой линии глава региона, развитию агропромышленного комплекса уделено особое внимание. Поэтому проверить лично тепличные условия Игорь Кошин отправился в комбинат «Солнышко». В центре внимания губернатора затянувшееся строительство новых теплиц, которое неразрывно связано с модернизацией котельной предприятия. Пожалуй, главный и самый массовый продукт тепличного комбината – огурцы российского сорта «Раис». В планах аграрии собрать урожай на уровне прошлого года порядка 70 тонн. Мы немножко отстаем по сбору огурца к уровню прошлого года, но это связано в первую очередь, что очень холодная весна. Весь собранный урожай сразу поступает на прилавки продуктовых магазинов округа. Местные огурцы стоят немного дороже привозных, но, как говорят аграрии, у наших овощей конкурентное качество. По огурцам мы знаем, что норма медицинская – 13 килограммов. Потребности внутреннего рынка тепличный комбинат закрывает лишь на 23%. Задача выращивать больше – выполнимая, но пока все упирается в недостаточные производственные мощности и площади. Новые теплицы, которые позволили бы выращивать овощи круглогодично, обещали построить к 2017 году. Модернизировать котельную, которая смогла бы отапливать новые тепличные площади к 2015 году. Но ВОЗ и ныне там. Здесь две составляющие – крайне недобросовестные подрядчики. И вторая составляющая – крайне недобросовестные специалисты, которые принимают и осуществляют контроль над стройкой. Вот один из этих товарищей вчера был задержан правоохранительными структурами, господин Волошин, который в том числе и вел как раз проект по этим теплицам. Крайне недобросовестные руководители и подрядчики – это беда Ненецкого округа, отметил глава Ненецкого округа. За все недострой и излишне потраченные бюджетные средства придется ответить. Все проблемы, связанные со строительством, не отменяют той задачи, к которой стремится округ – обеспечить город и, как минимум, и близлежащие населенные пункты свежими овощами на 70%. Глава российского правительства провел селекторное совещание, посвященное вопросу организации летнего отдыха детей. Дмитрий Медведев вышел на связь из детского оздоровительного лагеря «Искром», куда приехал с рабочим визитом. Участие в селекторе приняли практически все регионы страны. Не остался в стороне Ненецкий округ. Наш регион представили губернатор Игорь Кошин и его профильные заместители. Дмитрий Медведев выслушал информацию о том, как регионы подготовились к отдыху. Совместно приняли решение по тем вопросам, где необходимо максимально оперативно устранить проблемы, которые остаются. Сейчас в детских лагерях жаркое время. Они уже принимают детей и открываются первые смены. За последние годы мы все, я имею в виду и федеральная власть, и власти региональные, делали многое для того, чтобы улучшить состояние детских лагерей. Потому что в какой-то период, в силу недофинансирования и других сложностей, многие пришли в упадок. В этом году большинство регионов сумело выделить деньги на летнюю кампанию на уровне не ниже 2015 года, что, конечно, очень важно. Принимаем во внимание довольно большие сложности в региональных бюджетах и проблемах в экономике. Рассчитываю, что и другие субъекты, которые еще в решении таких, не приняли подтянутся. Потому что это, безусловно, один из важнейших приоритетов региональной политики. Из бюджета Ненецкого округа на летний отдых детей в 2016 году в рамках санаторно-курортного лечения выделено 72,5 миллиона рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 2 миллиона 200 тысяч. В частности, отдохнуть и оздоровиться в детских организациях за пределами региона смогут 335 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Первая группа детей по маршруту Наринмар, Минеральные воды, уже улетела чартовным рейсом. Это 110 детей из Наринмара и населенных пунктов округа. В поездку с первой сменой детей на Кавказ отправилась и Ольга Егорова, директор отделения социальной защиты населения, чтобы лично проконтролировать комфортное размещение и пребывание детей. Перед тем, как запуститься на дороге, у нас специалист выезжала, в этот лагерь обследовала его всю территорию, медицинскую базу, столовую, питание, размещение. Сейчас хотим посмотреть, как это все на самом деле будет организовано при приеме такого количества большого детей. Напомню, на Кавказские минеральные воды в санатории имени Крупской в город Железноводск первой сменой отправились 110 детей. 62 ребенка из Нижней Пеши, Пылемца, Индигина, Эльминосова, Учейского, Андиго и Красного. 48 из города и поселка Искатели. Еще 9 ребят из Шойной присоединятся к группе 9 июня. В санатории ребята пройдут курс оздоровления. По словам Ольги Егоровой, детей разместят в 3 и 5 местных номерах. В здравнице установлен 5-разовый режим питания, включающий набор блюд, свежие овощи, фрукты, натуральные соки. Смена продлится 21 день. Вернутся обратно ребята 22 июня. Этим же бортом на оздоровление отправится вторая смена, 121 ребенок. В поисках лучшего решения в Наринмаре обсудили способы и методы борьбы с алкоголизацией населения. Круглый стол, посвященный этой проблеме, организовала прокуратура Неницкого округа. Впрочем, больше говорили о том, как бороться с нелегальными торговцами горячительных напитков в городе и на селе, и о том, какую роль в борьбе с этой проблемой должны играть правоохранители. По мнению прокуратуры, на сегодняшний день есть серьезные пробелы в работе по данному направлению. Благодаря совместному обсуждению проблемы удалось выработать ряд важных решений и найти понимание, в каком направлении двигаться. 117 литров алкоголя в год. Именно столько, согласно данным статистики, потребляет каждый житель округа за исключением несовершеннолетних граждан. Несмотря на это, в прошлом году число преступлений среди несовершеннолетних составило 16% от общего числа. Львиная доля пьяных преступлений приходится на взрослых. Дебоширство, убийство, нарушение общественного порядка. Этот список продолжает и пьяное вождение. В прошлом году за руль в пьяном виде, причем уже лишённые водительских прав, повторно сели 26 человек. За 4 месяца этого года таких уже 16. Большой объём правонарушений фиксируется в вечернее и ночное время, когда продажа алкоголя запрещена. Тем не менее, купить горячительное в запрещенное время не составляет труда. По итогам прошлого года и начала этого из незаконного оборота изъято свыше 17 тысяч литров алкоголя. И работу в этом направлении необходимо усилить. Вместе с тем хотел бы отметить о недостатках в деятельности правоохранительных органов взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. Необходимо нам активизироваться по расследованию преступлений, связанных с изъятием контрафактного алкоголя, выявлением точек сбыта. И здесь, к сожалению, есть как факты изъятия алкогольной продукции незаконной через сеть. Интернет – это сегодня популярный способ. В этом же списке таксисты и те, кто торгует алкоголем на дому. Таким образом, к 53 юридическим лицам из 112 магазинам и местам общественного питания, официально реализующим алкоголь, добавляется не один десяток предприимчивых торговцев. Борьбу в этом направлении необходимо вести совместно, отметил глава региона Игорь Кошин. В этом году мы еще получили рост смертности от отравления суррогатной продукцией. Поэтому у меня просьба очень внимательно эту тематику обсудить. Отдельная будет просьба к нашим муниципалитетам. Определяйте границы в рамках своих полномочий, где разрешена торговля. Там, если говорить про город, у нас есть как минимум два заведения, на которые постоянно идут жалобы. И, в принципе, я думаю, что горсовет совместно с администрацией вполне в состоянии рассмотреть проблематику. Просто расширить границы, где запрещена торговля спиртным. К решению вопроса подключились и правоохранители. Они внесли в собрание депутатов Нинского округа предложение об ограничении продажи алкоголя крепостью 16% и менее в организациях общепита. Там предлагается запретить продавать алкоголь с часу ночи и до 11 утра. Впрочем, законодательные запреты не всегда эффективны, отметили организаторы круглого стола. Здесь важна работа правоохранителей, в частности участковых, на местах. Сейчас в ряде случаев такая работа является провальной. Так, в марте текущего года ГУМВД России и Панава было направлено для организации доследственной проверки порядка статистов 144-145 УПК РФ обращение от жителей поселка Шойна, поступившие в прокуратуру округа по факту незаконного сбыта одной из жителей с указанного на зеленого пункта спиртосодержащей жидкости. Проведение проверки поручено участковому полномочному полиции Волкову. Последний, не проведя ни одного проверочного мероприятия, принял решение об отказе в освучении главного дела за отсутствие действия указанного лица состава преступления. Выявлять нелегальных торговцев алкоголем сложно не только на селе, но и в городе. В действии в рамках законодательства невозможно получить реальную картину, кто, где, когда и какого качества продает спиртосодержащую жидкость. Все ее лица и индивидуальные предприниматели заранее знают о проверках в рамках 294-го федерального закона. Мы их уведомляем, и они, в общем-то, убирают с прилавков всю продукцию со стекшим сроком годности, без документов, подтверждающих качество и безопасность. Поэтому достаточно сложно их здесь поймать. Пока не решить проблемы с нелегальной торговлей алкоголем, не решить и проблемы с алкоголизацией населения в целом. По данным Ненинской окружной больницы, на учете с диагнозом алкоголизм в прошлом году состояло 642 человека. В этом добавилось и еще 40. Отчасти решить проблему помогут медицинские вытрезвители. Упраздненные ранее, они получили право на вторую жизнь. Сейчас в регионе ведется работа по созданию медучреждения. Пока же граждан на веселе доставляют в полицию. Вот у нас есть две камеры, куда мы можем помещать до отразления данных граждан. Одну из них постоянно занимает, во всем известном, наш хозяин Геннадий, который порядка 300 суток в году находится у нас. Вот одна камера свободная, но, к сожалению, этого недостаточно. Мы сейчас даже приняли решение, в совершении начальника управления, кабинет начальника дежурной части решили переоборудовать под дополнительную камеру. Между тем, отметили организаторы круглого стола, правоохранительным органам необходимо усилить работу в борьбе с теми, кто продает и теми, кто потребляет алкоголь вне времени и вне положенного места. Так необходимо усилить оперативно-розыскную деятельность, качественную и проводить доследственную проверку, внимательнее оформлять документы и реагировать на законные требования прокуратуры. Очередной случай коррупции зафиксирован в Нинницком округе. Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области пресечена противоправная деятельность начальника отдела капитального строительства казенного учреждения Нинницкого округа, централизованный стройзаказчик Анатолия Волошина. Проведенными мероприятиями установлено, что Волошин, в должностные обязанности которого входили вопросы, связанные с контролем, освидетельствованием и технической приемкой выполняемых строительно-монтажных работ на строящихся объектах социальной инфраструктуры Нинницкого округа, на системной основе получался представитель организации подрядчиков денежные средства за беспрепятственное и своевременное подписание актов выполненных работ по заранее оговоренному проценту вознаграждения от их стоимости. Задокументированы факты получения Волошином по указанной схеме денежных средств от руководителя управляющей компании «Петрофонд» из Москвы и Гуртиева в общей сумме 482 тысячи рублей при приемке работы в рамках госконтракта по объекту капитального строительства здания молодежного центра в Наринмаре. На основании представленных материалов в отношении Волошина и Гуртиева возбуждены уголовные дела. Губернатор Нинницкого округа Игорь Кошин назвал задержание Анатолия Волошина результатом усиления борьбы с коррупцией в регионе. Это одно из основных направлений госполитики. Меры по борьбе с коррупцией в Нинницком округе усилены во всех направлениях и они приносят результаты. Работа будет продолжена в обязательном порядке, ведь от этого зависит качество жизни жителей округа. На этом у меня все. Это была программа «Итоги недели». Берегите себя и своих близких. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова